Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Следующий раздел — коф, или по-другому иногда эту букву читают еще как каф. Он объемлет стихи со 145 по 152. В данном разделе много слов, напоминающих псалмы плача. В частности, это мы видим в таких выражениях, как «Услышь меня, Господи, спаси меня, услыши голос мой». Псалмопевец считает, что безбожные преследователи приближаются к нему со злым умыслом. Раз закон Божий от них далек, значит, с ними рядом ходит смерть. Автор псалма хочет жить и поэтому обращается к источнику жизни со словами «близок ты, Господи». Его воззвание апеллирует к милости Божией. Милость Божия, его жизнеутверждающая любовь, побуждают Господа взвесить все на весах справедливости. Такой суд приносит радость. Такой суд вдохновляет в псалмопевца новую струю жизни, оживляет. 149 стих. В качестве ответного условия псалмопевец предлагает обещание. «Если ты, Господи, услышишь меня, тогда я сохраню уставы твои». Это обещание свидетельствует о его решимости быть верным Богу до конца своих дней. У древних евреев ночь была разделена на три стража. По теперешнему исчислению времени это часы от шести до десяти часов вечера, они считались первой стражей. От десяти часов вечера до двух часов ночи могли эти часы считаться. Второй стражей, наконец, от второго часа ночи, примерно до шести утра, третья стража. Псалмопевец не указывает, о какой именно ночной страже идет речь. Утренняя стража — это указатель на определенное ночное время, когда еще темно. Так или иначе, он поднимается с постели до того, как наступит рассвет. Ночные часы он посвящает Богу в молитве, подателю жизни и по учению в Слове Божьем, как об этом говорят 147-148 стихи. Иногда в синодальном тексте вы встретите слова, набранные курсивом. Эти слова были вставлены, как правило, для связки речи. И поэтому, когда мы встречаем выражение типа «оченью предварит утреннюю стражу», обращаем внимание, что слово «утреннюю» написано курсивом. Там в исходном тексте стоит один термин, который говорит просто «стража». Имеется в виду «ночная стража». Какая часть ночи мы не знаем. А в славянском тексте это будет похоже на выражение «утреннюю». «Утренниет дух мой», то есть я поутру взываю или по-другому, еще до восхода солнца, то есть когда еще тьма, предваряющая рассвет. «Утренниет дух мой», это означает «мой дух взывает к тебе еще до рассвета, еще заря не поднялась, а я уже к тебе взываю». Субтитры создавал DimaTorzok